290 лося и 350 или 360 табана вам это оплатила на 11 не так просто все там дорог таких приездных нету обязательно у каждого егера 2 корыта туда по 50 килограмм соли заложено у корыта волк это охотник сильный настоящая зверовая лайка она должна быть чутье должен хороший ход у неё экстерьер быть сухая быть вязкость и злоба к зверю добычливость тогда вы добудете а так это для индивидуальной охоты нужна такая собака для загонной ну что там можно и собакой не ходить просто постучал по дереву лось вышел ну лось уже умные стали другой раз делаешь загон а лосиха с плаченком лосятами идет смотришь на тебя знаю что там уже вот эти загоны уже ушло и становится я сколько тогда когда в уличах работа много лося добывали тогда мы добывали 200 лосей на мясо заготовки и 90 спортивных были я наблюдал сколько случаев раз такой то быть то лосика с телятами идешь кричишь это в сезон добывали 290 голов 8 до 290 лося и 350 или 360 кабана вам это оплатила государство но мы сдавали товарный тогда было стрел 200 лосей сдавали на мясо заготовки и 150 кабана мне по договору хозяйство платила рубль в килограмма то есть я когда у меня ухотоведа было 110 зарплата я добывал например 120 кабана сдавал я зарабатывал 120 рублей месячную зарплату вышел на охоту стрельну я раздела привез на накладную меня выписали три столовых или вообще пик куда это были договора заключены или же с этим садогодконторой давай туда да мы охотились собаками все собаками но там не так просто все там дорог таких призных нету там плотность было лося были например лесовозные дороги сделаны и были делянки делянки подрастали и вне ком сейчас и там я сейчас разговариваю что и сейчас плотность лося высокая да это по берегу волги там кашинский район рыбинску туда вот это там лызники очень хорошая кормовая база для лося и сейчас высокая плотность лося там не так просто там не заехать там надо проходим а техника там чатных хозяй кто это взял охраняет более-менее так вот в этом там все в порядке добывали из года в год я работал до добывали до 200 лосей обязательно у каждого егера два корыто туда по пятьдесят килограмм соли заложилось у корыто крыши все я если ехал не проверял я проверки писал и писал там номер слонез такой-то да ну ему предписание в течение месяца там сделать какие-то работы если я проверял его биотехнию то я писал там слонез номер один примеру починить крышу мы давали рубероид гвозди там силу это хозяйство или или добавить соли у них по рука долл пашки снях вот был у кого-то 25 трактора были это слушать эти и у кого 6-16 были хотели у звуков спереди да да они вот на них хорошо там морей горять большая такая и на них по хорошо было ездить по лесам и разложить карма такие вот так что водя хорошие были тогда порядком и было так вот потом мы делали там еще от охотничьи мазина типа было подсобное помещение и там сделали склад я принимал пушнину у себя в районе и принимал пушнину в большесельском районе и возил в волахду сдавал на центральную пушную муховую базу пушную муху ну там в россии и волков норак андас куриц такого-то бузер и добрыска там заключались с охотниками договора охотились и добывали ну и за волка раньше было премия не помню два или три нужно было стрелять в волка чтобы получить прицель на кабана например взрослого один или два не помню это было кабан сигалетом или три лось сигалета я как-то сел говорю меньше кого-то говорю сколько волк седает до сезона что мы жалеем как бы у лося у нас в хозяйстве хватает 90 спортивных лося непонятно кому дать вам-то или что я говорю давайте сделаем это вынесем предложение направление чтобы за одного волка давать там лося вот сколько волк седает за год сколько его мясо даже посчитай это самое по килограмму деньги сколько 2 это минимум это уже 700 килограмм ну да каждый день там может и охотиться не есть мы будем считать пусть он 360 килограмм седает мясо но это не только там лосятину есть он там и мышей и там птицу какой-то где-то какую-то еще падать находит ищет это это самое как бы мелкую дичь там это там вот ума да правой нам чего не питается и король ему нужно мясо а волк это охотник сильный так что он добудет и лося и говорится голодный тетка всегда будет когда стая большая то и надо прокормиться без здоровья а как нет она кабана вот совсем другие уже это надо требования к собаке тоже поезд вязкой раньше ошибочно я считаю меня было мнение что нужно собака такой злоба что там висели на этом кабане всего ну конечно она смотрится все красиво да там где это на площадке когда ты смотришь собаки кусают показывают эту злобу это все так эффективно она красочно как картинный ты сможешь ну а на самом деле при охоте собака быстро выматывается это все выплеснет это злобные обычно когда кабана было много особо не надо было ездить на массивы выехал тут даже если что-то случилось машину собаку поехал это ладно там свинятух и ноги ломали собакам и ребра он это ну собака должна короче собак много сейчас попрыгивали злобы и собаки не думают и они видят вот так смотришь эти аргентинские дофе а вот охотиться у них ходит так и в лайки некоторые увидели этого кабана летит они не думает ничего у нее уже нет инстинкта самосохранения понимаешь собака умно подбит галкнет оценит обстановку потом мог ответ действовать с этим зверем оценит зверя а этот летит чтоб только уцепиться понимаешь сосиска повисает да и затем к потом мы получает там клыку грудь его штопают это если хорошо чем выживет и сезон пролежал на больничке или же повез закопал его так камазом первый раз и опыта нету поплыл кабан его завел у эту у камыши там плотина бобром затоплена все думаю что стоит пришел он на бобрине стоит он ему отзади зацепил и до передней лопатки позвоночник отрезал все ребра и диафрагмы пробил этот какой собака даже ни разу не писну это какой занижен порог этот боли другой укол делаешь лежит а это он на носилках попросил парня там деревне вынесли угон или привез глянь он ни разу не писал и закулил отрезанный ротом мы дальше вернемся отдельная история достаточно интересно по кабану собаки надо да ну я считаю так что лайка если ты охотишься на кабана надо в одиночку кабана сигалетка 50 килограмм не должна ему давать ходу а некоторые собаки такие как у тебя вот чем был кабель они в одиночку с ними расправлялись а давил пока ты придешь и стадо уходила он догонит через километр-два снова отобьет сигалетка и придешь и снова уже почти на воду даю вот такой собака был тоже хорошим поиском совсем ну как говорится такие собаки долго не живут им пробаны почки подбиваются ребра по поломают то еще что не берем а те живут конечно у которой возле ног не отходят те живут ног не отходят те живут ног не отходят больше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...